В ожидании чуда с таким настроением и названием концертной программы Тамбовский драматический театр начал свои предновогодние представления. Этот музыкальный арт-калейдоскоп актеры подготовили совместно с губернаторским оркестром. В программе была представлена богатая палитра жанров, стилей и художественных образов, которые радовали впоследствии и юных зрителей. Перед детскими спектаклями артисты разогревали публику играми и песнями. Таким образом все становились единым целым, и праздничное настроение только усиливалось. Не остались без внимания и более взрослые любители мельпомены. Причем не только города, но и области. Ведь у артистов драмтеатра было более 50 выездных спектаклей, которые в общей сложности посетило более 5000 зрителей. Мы показали 150 спектаклей, не все театры в этой стране могут похвастаться таким результатом. Это коллектив Тамбовского драматического академического театра, коллектив Тамбовского государственного театра «Кукол». 150 спектаклей за 200 небольшим недели. Мне кажется, это очень достойно. Несколько тысяч зрителей это еще более достойно. Но отдельно самое для нас важное, что никто не ушел равнодушным. Все ушли немножко изменившимися. Кто-то радостным, счастливым, кто-то с ощущением чуда. Погрузиться в атмосферу сказочного представления можно было и в Тамбовском молодежном театре. Руководство театра приложило максимальное количество усилий для того, чтобы в залах было комфортно, безопасно, уютно, радостно и празднично. Легкие музыкальные поучительные именно такие спектакли заполняли утренние и вечерние часы новогодних каникул. На каждом спектакле аншлаг, а их было 45. И посетили их 11 тысяч зрителей. После показов детских спектаклей, а их проходило два спектакля в день, мы показывали еще и вечерние наши спектакли для взрослой публики. Потому что взрослые, они же такие же, как и дети, и тоже хотят праздника. Поэтому мы сделали вечерние показы из 15 спектаклей, подготовив как и хиты нашего театра, не можем не сказать про ночь перед Рождеством, которую все ждут, и мы ее показываем только в новогодние праздники. И подготовили новую концертную программу, которую тоже очень ждали и просили. Как год встретишь, так его и проведешь. В плане культурных событий он начался насыщенным. Буквально несколько дней передышки, и артисты с новыми силами приступят к работе, чтобы уже в ближайшее время радовать своего зрителя новыми постановками и встречами. Елена Хромова, Олег Осипов, Ольга Кириллова. Область новостей. Поручик Керасильского полка. Карл Фридрих Эрониим, барон фон Мюнхгаузен.